На этой неделе мы поговорим о таких исследованиях Гомера, которые либо актуальны в современной науке, не обязательно они были сделаны в последние десятилетия, либо действительно о самом переднем крае, о том, что делается прямо сейчас для того, чтобы лучше понять, как устроены гомеровские поэмы. Начнем мы с сетевого анализа. Такое довольно новое для филологии, но в принципе уже какое-то время, существенное время используемый метод в, например, социальных науках. Что такое сети? Еще их называют графами. Это некоторая научная модель, в которой учитываются сущности, все равно что это, может быть какая угодно сущность. Сети довольно абстрактно к этому подходят и связи между ними. Вообще наука оперирует моделями, а не самими фактами научными или какими-то объектами. Например, если нам нужно посмотреть, как устроена местность, мы скорее взглянем на карту, чтобы понять, как она выглядит, потому что это такой вид представления знания, с которым нам более удобно работать. Наука также обычно не берет в руки конкретный шар или пулю, а чтобы рассчитать скорость ее полета, нужно представить эту пулю в виде какой-то модели. Так всегда происходит в науке, потому что модель легче обозреть, легче как-то уместить ее в голове. Моделировать с помощью таких способов моделирования, которые есть в науке, можно что угодно. Вот, например, с помощью сетей или графов можно моделировать, например, коллективы. Обычно это делается так. То есть в качестве сущностей воспринимаются какие-то люди, которые есть, например, в классе или в группе в университете, а в качестве связи между ними, ну, их, собственно, общественные отношения. Дружат они или нет, сидят они за одной партой или нет. Считается, что начало теории графов, то есть той самой науки, которая занимается исследованием таких моделей, положило задачи о так называемых Кенигсбергских мостах. То есть вот есть некоторый остров в городе нынче, Калининграде, когда-то в Кенигсберге, и этот остров связан с остальной сушей с помощью мостов. Таким образом, берега — это некоторые те самые сущности, из которых состоит граф, а мосты — это связи между ними. Ну и вот задача была в том, чтобы понять, а можно ли перейти по всем этим берегам, дважды не пройдя ни по одному мосту. Ну вот Леонард Тейлер в XVIII веке с помощью математики доказал, что сделать это невозможно, и таким образом появилась теория графов, которая позволяет много чего о моделируемом предмете узнать. Ну, например, если мы построили на основе какой-то фактологической данности граф или сеть, эти термины в данном случае взаимозаменимы, то мы можем понять, как, например, узлы группируются в этой сети, то есть какие узлы теснее связаны между собой и составляют внутри этого графа некоторое отдельное, скажем так, сообщество, кластер еще иногда его называют, и какой из этих узлов в сети важнее, то есть через какой узел проходит больше всего связей. То есть для коллектива это важно, например, потому что такой самый важный узел — это обычно самый важный человек в коллективе, такой, который является, как сейчас сказали бы, хабом, да, то есть который оттягивает на себя все внимание коллектива. Но не обязательно коллектив, точно также можно моделировать взаимоотношения между крупными компаниями в бизнесе, между банковскими служащими. Словом, это довольно общая модель, например, в биологических сообществах ее применяют, для того, чтобы узнать, какие дельфины, например, плавают друг с другом. Ну и особенно, конечно, это популярно для исследования социальных сетей сейчас, как дружат или не дружат между собой разные пользователи Facebook, ВКонтакте и других подобных сервисов. Вот такая методика применяется и к исследованию Гомера. Если взять Илиаду, а почему-то в основном именно Илиада становится предметом такого рода сетевого анализа, то получаются интересные, любопытные результаты. Вот одна из библиографических ссылок на такую работу как раз представлена на слайде внизу, который вы видите, а надо сказать, что чуть выше как раз нарисован рисунок визуализации такого рода сети графа, но, конечно, очень простой. Здесь всего шесть так называемых узлов, то есть тех самых сущностей, и они связаны какими-то такими более-менее случайными ребрами, как они называются, то есть теми самыми связями, которые между ними бывают. Так вот, в 2013 году действительно появилась одна из таких работ, которые интересны тем, что в них сравниваются сразу несколько сетей. Сети эти построены на трех произведениях, и о них обо всех мы уже говорили в контексте вообще обсуждения героического эпоса. Это похищение быка из Колунге, древнеирландский эпос, Беовульф древнеанглийский, ну и наша с вами Илиада. Что же получается, если попытаться взглянуть на эти тексты? Каждый персонаж в этом произведении таким образом будет узлом, то есть той самой сущностью, которая как раз в этой модели является главной. А если какая-то между этими узлами, точнее сказать, между этими персонажами происходит активность, то есть они взаимодействуют между собой, они сражаются или они, например, разговаривают друг с другом, то мы как бы рисуем между этими персонажами узлами ребро, связь, которая как раз и составляет сущность, самое главное в нашей сети. Получается, что наиболее населенный персонажами текст это Илиада, в ней 716 персонажей насчитали авторы этой работы, ну и какое-то количество связей между ними. Вы тоже можете видеть на экране, что наименее населенный как раз текст из тех, что анализируется, это Беовульф. Но, конечно, количество персонажей это не самое главное, если мы говорим о сетевом анализе. Главное для нас это то, как же все-таки взаимодействуют между собой эти персонажи и что мы благодаря этому можем сказать. Оказывается, что мир героического эпоса, представленный в виде сети, может быть описан как так называемый малый мир. Это термин как раз теории графов сетевого анализа. Что значит малый мир? Это значит, что довольно быстро мы можем перейти, вот двигаясь по этим ребрам, как шагами от одного узла к другому, мы можем довольно быстро за довольно короткий вот такой путь попасть от одного персонажа к другому. То есть все они связаны друг с другом довольно тесно, гораздо теснее, чем, скажем, в настоящем мире, где мы знаем действует правило шести рукопожатий. Любой человек на Земле с любым другим может быть связан через шесть других. Есть еще такое свойство у сетей, которое тоже здесь анализируется. Если узлы, имеющие большую степень, степень узла — это количество связей, количество ребер, которые от этого узла отходят. Такие звезды обычно так выглядят. То есть некоторый узел, и от него во множество сторон сразу отходят такие ребра, связи к другим узлам. Так вот, если узлы, имеющие большую степень, то есть большое количество связей с другими узлами, преимущественно связаны именно с такими же узлами, то есть имеющими большую степень, то такая сеть называется ассортативной. Вот и надо сказать, что вот такие хабы, связанные между собой — это основа сети Илиады. Именно Илиады, а не похищения быка из Колонге и не Беовульфа. И только Илиада так устроена. То есть не все сети, и не все сети, построенные по эпосам, одинаковы в этом смысле. И вообще делают вывод автора этой работы, что структура сети Илиады больше других похожа на структуру реальной социальной сети. Вот поэтому мир ирландского эпоса и древнеанглийского эпоса, он не такой естественный с точки зрения взаимоотношения разных персонажей между собой. Но это не единственная работа, которая использовала эту методику на материале Илиады. Более новая работа учитывала предыдущий опыт. И точно также персонажи превратились в другой работе, ссылку на неё вы видите на экране, в узлы, а связи между ними – это какое-то взаимодействие между персонажами. Здесь получилось другое количество узлов и другое количество ребер, то есть другое количество персонажей и другое количество связей между ними. Авторы пытались понять, почему у них получилось по-другому, ну и объясняют это так. Наверное, авторы предыдущей работы разные имена для одних и тех же персонажей считали за разных персонажей. Мы с вами говорили о том, что, например, Ксанф, вот такая река, упоминаемая в Илиаде, имеет своё название у людей и своё название у богов. Соответственно, вот авторы этой более новой работы посчитали всё правильно. Ксанф за один персонаж, а, наверное, в другой работе их посчитали за два. Каждый узел таким образом в этой сети может быть посчитан с точки зрения его свойств, и сетевой анализ предоставляет нам возможность таким образом узнать, какой узел самый главный. Самый главный узел – это тот, для которого рассчитана наибольшая центральность. Ещё один термин сетевого анализа. То есть центральность – это, по сути дела, и есть тот самый параметр, который позволяет узнать, без какого узла вся сеть разваливается, без какого узла она перестаёт быть той самой сетью, с которой мы имеем дело. И для Илиады выяснилось, что самый главный, самый центральный персонаж, а центральность именно интерпретируется как важность, это Гектор. Мы рассчитывали увидеть здесь Ахилла, но нет, Ахилл только на втором месте. И связи с другими персонажами у него меньше. Мы видим, что 97 степень узла у Гектора, у Ахилла – 75. Ну, и центральность у него тоже выше. Есть ещё один термин сетевого анализа – нагрузка узла. Это нечто похожее на центральность. Собственно, по-английски она так и называется – between the centrality. Ну, и она здесь тоже меньше, чем у Гектор, у Ахилла. Но зато по всем параметрам Ахилл следует за Гектором и предшествует остальным персонажам. Мы видим, что по степени узла Аякс на третьем месте, Патрокол на четвёртом месте. Также распределяется центральность для этих персонажей. Ну, а вот с нагрузкой узла там уже возникают разные особенности. Ну и, наконец, третья работа на эту тему тоже использует сетевый анализ. И в ней уже интересно другое. Интересно то, как распределяются персонажи, то есть в какие, вернее сказать, сообщества объединяются персонажи внутри текста. Ну, и вот как раз на картинке вы видите, что получается у нас четыре таких основных кластера. Это кластер вокруг Ахилла складывающийся, кластер вокруг Одиссея. Это все сообщество ахейцев. Отдельный кластер получается для богов и отдельный для троянцев. Что, в общем, наверное, естественно. Но вот здесь, как раз на примере этого исследования, мы можем узнать это более четко и даже визуализировать эти связи между собой. То есть это не просто визуальный анализ, конечно, за каждой из таких кластеризаций стоят определенные численные методы, которые позволяют понять, что действительно благодаря некоторым алгоритмам расчета определенные персонажи оказываются связаны между собой четче и яснее, чем другие.